Вот смотрите, какие в нашем распоряжении, да, забыл, недавно был на такой довольно престижной ярмарке конференции, мы пообщались с коллегами в плане нашего будущего пчеловодства и пришли к одному и тому же выводу, что рентабельность наша будет во многом зависеть, если не основной доход с пасеки, в том случае, когда мы увяжем пчеловодство с продуктами апитерапии. Не только с продуктами, а вообще с апитерапией. Вот смотрите, в каком распоряжении в нашем, у пчеловодов имеются пчелопродукты. Не просто те, которые могут быть где-то точечно иногда использованы при оздоровлении, а те, которые будут прежде всего давать рентабельность. У нас сегодня тема рентабельность. Ну, самый основной, конечно, во главе всех продуктов, это мед. Центробежный. В последнее время широко стал идти параллельно с центробежным медом и сотовый. Дальше, цветочная пыльца и перга, тоже довольно-таки в широком сейчас распространении по реализации и по производству, как направление. Дальше, маточное молочко, маточные личинки и гомогенат. То же направление, фактически исключительно, кто занимается чисто производством этих продуктов апитерапии, это уже увязано, как я сказал в начале, непосредственно с темой апитерапия. Ну, и дальше пошли более мелкие. Прополюс, водный, спиртовой. Дальше, настойки моли, настойки и подмора, это две настойки, которые сейчас, ну, как говорил один специалист, только ленивый не занимается этим. Не важно, в каком направлении будет работать пасека, то ли производство пакетов и маток, то ли мед, то ли маточное молочко, гомогенат и так далее. Эти две настойки, моли и подмора, вписываются в абсолютно во все направления. Ну, и уже, как такие составляющие этот список и направления, оздоровительная лежанка, экспресс-мёд, фитомёд, ну и достаточно. Ну, а петоксинотерапия, это уже такие, будем говорить, эксклюзивные, серьёзные направления. Если кто-то занимается только в этой области, значит, ну, там знания нужны и медицины, и кабинеты, я знаю, открывают, чисто специализированные. Но будем считать, что мы эту петоксинотерапию проходим добровольно-принудительно, каждый день общаясь с пчёлами. Спасибо тем, кто на почту сбросил мне Миленина, четвёртый, ну, видно, реструктуру сделали разрыв его лекции, и четвёртая часть была как раз о фитомёде. Ну, я думаю, многие осмотрели интересный способ получения такого лекарственного мёда, причём его можно увязать даже с медовым направлением в плане реализации. Почему? Потому что, если экспресс-мёд требует непосредственного вмешательства пчеловода, то есть формирования специализированных семей, полное отсутствие в природе нектара, даётся медовая сыта с вытяжками, с фитовытяжками специализированными, и в дальнейшем отдаётся на переработку пчелиной семье. То фитомёд берётся просто жидкий мёд, только откачанный, и в него добавляется какая-то лекарственная трава. По любому назначению фитотерапия у нас довольно-таки серьёзно была развита ещё в далёкие, в те ещё советские времена. Литературы достаточно было направления и назначения лекарственных трав. Аптека довольно-таки имеет обширный ассортимент этих лекарственных трав. Но там эти травы все в сухом виде. А вопрос стоит именно о свежих травах лекарственных. Ну мы вкратце об этом говорили, что берётся трава свежая, укладывается в банку и заливается свежим мёдом. Мёд, будучи гигроскопичным, вытягивает на себя всё ценное, всё жидкую эту фракцию растения и сохраняет в себе на долгие годы. Потому что мёд является как сорбент. Он вытягивает всё ценное в жидком виде из травы. Затем он её консервирует. И ещё одно свойство есть у мёда – ингибитор. И сохраняет всё ценное. Не просто консервирует, чтобы эта настойка или мёд не пропал. Качество этой настойки. Если водные бывают, бывают водные настойки приводных, при консервации, вот сахар, соль, там просто консервируется, сохраняется продукт от порчи. От прикосновения с воздухом, влагой, чтобы он не пропал. Не зацвёл, не забродил, не закис. А мёд, кроме того, что он консервирует, он ещё и сохраняет полностью ценность этого продукта. В данный момент фито-вытяжки. Ну и понятно, что раз этим может заниматься, не обязательно пчеловод, этим может заниматься любой, тот, кто покупает мёд, он должен знать. Ему можно рассказать. А мы обязаны рассказать, потому что это наша заинтересованность, и тема у нас ввязана в рентабельность. Его можно брать в мёд. Мы этим самым пропагандируя такой способ получения фито-мёда для наших покупателей, для клиентов, что его можно увеличить и в спросе свежего мёда. Как уже будет, кто предлагает. Но я постоянно, всё равно на языке вертится постоянный покупатель. Работа именно на внутренний рынок, на постоянного покупателя. Вот сейчас фито-мёд, хороший препарат фитотерапии, уже мы не будем завязаны с экспортом, с заготовителями. Это непосредственно самое, что ни на есть. Чисто работа на постоянного покупателя. И увеличить он может и будет увеличивать в количестве покупки мёда. Потому что, понятно, один, если берёт какую-то ёмкость, какое-то количество мёда, то это будет непосредственно для какой-то травы и для решения какой-то проблемы. В семье у каждого может быть проблемы разные. Или у одного человека, не дай бог, нежелательно разные проблемы. И он возьмёт, будет покупать ни одну баночку, возможно, ни одного какого-то сорта мёда. А это должен быть сразу откачанный жидкий. Потому что кристаллизованный уже не будет представлять ценность для фито-вытяжки, как фито-мёда. И вот такой момент, я считаю, что нужно максимально пропагандировать для своих покупателей. Именно фито-мёд. Ну, что касается, как он будет доверять и кому доверять, ну, тут уже наш выгод. Всё будет зависеть от того, насколько мы себя будем позиционировать. Потому что потерять доверие можно за секунду. А восстановить его, может, не хватит затем и жизни. Потому что всегда ваш потенциальный покупатель, постоянный, будет прежде всего вас оценивать по вашим человеческим качествам. И здесь пчеловод уже должен продемонстрировать и своё знание применения пчелопродуктов, ну, и, соответственно, его образ жизни. Но это всё прошло, понимаете. И трижды восстанавливал рынок по маточному молочку. А это не просто так. Я об этом уже говорил. Продать кота в мешке и доказать, что это полезно. Вот тут уже соблюдение технологии, качества. На выходе получает человек результат оздоровительный. И дальше не нужно никаких сертификатов, ничего ему объяснять. Так, ну, в общем, понятно. Пока не забыл, ещё один момент в теме. Спрашивали, как определить вощину в домашних условиях на присутствие там нежелательных примесей. В частности, по-моему, ацерозит там стоял в разговоре. Так вот, смотрите. Берётся кусочек вощины и проводится над паром. Ну, чайник кипит, все хорошо нагреты. И проводится над паром, чтобы не расплавилось. И если на вощине с той стороны, со стороны соприкосновения с паром, появляется белый налёт, значит, там есть примеси, ну, в общем, химические добавки нежелательные. Это так, как и импровизация. Смотрите, что нужно знать для того, чтобы вкратце пробегусь, минут пять регламента займу. Центробежный мёд содержит максимальное количество микроэлементов, которые необходимы человеку для полноценного функционирования нашей иммунной системы. Приём мёда, раствор 30% стараться принимать в жидком виде. Потому что именно жидкий мёд почему-то даёт лучше эффект усвоения, чем взять его просто в чистом виде в рот и запить водой. Ну, как-то там, я не знаю, какие-то, какие-то, возможно, происходят процессы, потому что мёд не растворяется, ещё раз повторюсь, а разжижается. Попадая во все полости организма человека, он сохраняет свою гироскопичность и начинает натягивать на себя воду в организме, препятствуя этим самым образованию кист, полипов, всевозможных тромбов и так далее. Ну, это мнение учёных, поэтому я просто констатирую и повторяю. Светочная пыльца понятна ценностью белково-витаминный продукт. Это нужно знать. Разница водного и спиртового прополиса тоже. Водный сохраняет деценовые кислоты и больше идёт по воспалительным процессам слизистой оболочки. Там, где спиртовой не работает. Это спиртовой, как тканерегенерирующий. В ограниченных количествах, вовнутрь, больше при ожогах и при язвенных проблемах. Есть ещё прополисный мёд. Тоже уникальное средство при язвах. Свечи делают и так далее. Ну, маточное молочко и личинки, гумагенат, продукты гормонального уровня уже серьёзные. Продукты эпитерапии. Те, кто будет заниматься этим, максимально постараться овладеть информацией, потому что уже само сочетание нежелательно. Разные составляющие гормонов. Настойка... Так, потерялся, сбилось чуть. Настойка моли, понятно, сейчас во многих таких болезнях применяется и проявляет себя, что никогда бы не сказал, но чисто, я говорю, методом тыка. У нас наша судьба пчеловодов, наверное, как раз и мы, как экспериментаторы, экспериментируемые подопытные кролики в одном лице. Отвлекусь ещё. Всё это нужно будет знать. Прошлое ЗЭЛа мы слушали Вячеслава по успешному оздоровлению при заикании. Дай Бог, чтобы... И пожелаем ему, всем нашим ЗЭЛа, чтобы оздоровление его дальнейшее не имело обратного уже процесса. Не обязательно, что это именно сработало маточное молочко, пускай это будет в комплексе. Победители не судят. И ему тоже, в принципе, всё равно. Главное, что результат. Сразу на следующий день поступило два звонка. Но, я вам скажу, с открытым ртом полдня проходил. И он сейчас должен был выйти к нам на общение, но не получилось. Пока ещё с регистрацией. В следующий раз мы его послушаем. После того, как я этих два звонка принял и послушал информацию, у меня такое впечатление, что я в апитерапедии и так не особо знаток и специалист. Ну, а то я вообще рядом не проходил. И впечатление по вообще нашим пчелопродуктам. Что так, улик открываешь, и можно употреблять и всё, что шевелится и не шевелится. Да и ещё и рамкой облизывать. Настолько ситуации по жизни, по приёму вскрываются. Ну, о чём даже не подумал бы. И бывает, и почему у нас рецептура народная, именно опытным путём, которое получается, имеет такие уникальные оздоровительные эффекты. Потому что очень часто я слышу, что люди уже от отчаяния принимают лишь бы что, лишь бы в какой последовательности, лишь бы в каком сочетании, потому что там большого выбора нет. Стоят одной ногой уже по ту сторону мира. И на выходе получается, ну, просто взрыв оздоровительный. Я ещё раз повторю, что ни одни клинические испытания не дадут такого уникального рецепта, который получаем мы вот именно вот в таких экстремальных приёмах. Для себя, знакомые, родственники, неважно. Люди от отчаяния идут на всё, а жить или не жить. Даже такие бывают случаи. Ну, и вот вам клиническое испытание. Получают такую микстуру и оздоровительную. Пускай не панацея, но победителя не судят. Получили... Главное, чтобы получили результат. Так, ну, как же ж нам настроиться на то, чтобы и волки сыты, и овцы целы. И любимым занятием заниматься. Не просто смотреть, как пчёлы размножаются, а в основном пчеловоды за счёт пасек живут. А ещё и была достойная реализация. Какие на сегодняшний день я знаю способы в реализации пчелопродуктов? Любого направления, с которым кто связан. Каждого своё. Ну, первое, самое лёгкое, понятно, это отдать заготовителям. Полностью мы не хозяева ситуации, потому что там сколько назначили, какое количество возьмут. Мы полностью зависимы от того, от объективности, что нам предоставят по их требованиям. Второй из этого исходящий способ реализации открывается, знаю таких людей, пчеловодов, у которых хорошее количество уже товара, десятки тонн. И они могут организовать одну партию, минимальную 20 тонн, и не только одну. Коперируются сами или семейный подряд у них непринципиально. Организуют предприятия. Плательщики НДС. И это условие, это их ситуация, этот юридический статус даёт возможность реализовывать напрямую, минуя всех посредников за кордон. Понятно, что транспортные расходы и анализ идёт, уже на плечи ложится этому организатору, ну, тот, кто организовал это предприятие, самому пчеловоду. Есть такие, и отрадно заметить, что они считают пчеловодство довольно рентабельной отраслью, но тоже не каждому это под силу. Во-первых, по объёмам, во-вторых, если с кем-то скооперироваться, то доверие тут уже между собой начинается, сомнения. Ну, и в-третьих, если проследить этот тернистый путь по транспортировке, там где-то договориться нужно, сами анализы, это хлопотно. Но, тем не менее, у нас первые ласточки есть такой реализации. Ну, и последнее. Ну, их три, в принципе, три таких... Так, извиняюсь, отключился. Три способа в принципе реализации. Специализированные ярмарки внутри страны. Самые, казалось бы, нежелательные. Потому что это связано с продажей. Не каждому дано стоять там, рассказывать, показывать, доказывать о ценности, о полезности. Но, как бы там ни было, один из способов, я считаю, более стабильной реализации на сегодняшний день, это постараться как можно шире востребовать внутренний рынок, сформировать постоянного покупателя. И наши пчеловодные организаторы, ну, по Украине, спилка пасечников, кто там еще, сделать все для того, чтобы какой-то был информационный источник по позиционированию пчелопродуктов. Об их пользе. Потому что в последнее время интернет начал все больше пестреть лжеинформацией по меду. В частности, по меду. Там приписывают такие страхи ему. И такое подозрение, что статьи под заказ. Кому-то мы не нравимся. И все больше становится не нравится со своей вот этой настойчивой оздоровительной темой. И с реализацией своей продукции. Но все равно шило в мешке не утаишь. Если будет эффект в плане оздоровления, аптекари помогут, потому что там больше половины фальсификатов, а люди у нас не на высоком уровне здоровья, и экология помогает, и питание. Так что натурпродукт наш, пчеловодство, должен хоть как-то выравнивать вот эти все огрехи того питания, которое мы каждый день принимаем. Хотя бы как добавки, пускай это будет как биодобавки, но нашей физиологии нужны все необходимые микроэлементы, соединения для того, чтобы максимально была полноценная защитная функция, наш иммунитет. А он на 75% находится в кишечнике. В общем, вот такие три способа реализации продуктов нашей продукции. В основном, конечно, это касается, если заготовители, то там только мед, молочко кому-то сдавать, даже речь не стоит, и гумагенат, он сейчас улетает в разы больше сейчас гумагенат, чем маточное молочко, я думаю, это уже первый показатель того, что все-таки ярмарки, постоянный покупатель. Но второй способ, это организация предприятий, плательщик НДС, как вариант, разгрузить заготовителем количество меда, которое мы имеем на руках. Ну и я буду везде, где только можно, говорить о специализированных ярмарках. Но организовать их можно на высочайшем уровне, с привлечением специалистов, независимых апитерапевтов, создавать инициативные группы, ходите вы с полком или кто там, старосты сейчас, децентрализации, громады на поселках, на городах, местах, просить ежедневных проведениях этих ярмарок. Где-то место какое-то постоянное, люди будут приходить, будут знать, не ждать одного дня в году на праздник пчеловода, на 19-е, ауста, на Спас, а максимально большее количество дней охватить в году по созданию таких ярмарок. Люди сами просят, те, кто покупает, где вас можно найти, почему вот только раз в год. Ну, пожалуйста, на лоца и зверь бежит. Люди просят, есть заинтересованный человек купить, есть заинтересованный реализовать. На специализированных ярмарках будет два заинтересованных участника. Это доверенный источник качественной продукции и для покупателя, а для продавца пчелопродуктов будет стабильный рынок реализации. Что еще нужно лучше? И это уже было. Было лет 15 назад. Организовывали. Все красиво, хорошо получалось, но не тут-то было. Мы же еще, еще же это мы. Начинается реализация, появляется покупатель, среди покупателей появляется довольно-таки щепетильная прослойка, будем ее, назовем ее средняя прослойка населения, общества. Она знает о его качестве, она хочет видеть того, кто реализовывает продукцию как человека. И его, и опрятность его, и его риторику, соответственно, этому продукту, а не то, что мы демонстрируем. Приходилось видеть, как мы эти ярмарки добровольно, собственноручно уничтожили. Голый торс в трусах, жара, он стоит над бетоном с меда набирает, и туда капает пот в эту емкость. На открытом солнце стоит пыльца в пакетах целлофановых. Мед в стеклотаре на солнце 35 минимум, а там и мед с маточным молочком. Но люди же не дураки. Мы раз, мы жили два года, три ярмарка подержалась у нас в нашем областном центре, и на этом закончилось. Мы сами срезали и надолго срезали сук, на котором сидели. А он был крепкий, его можно было просто удержать. И по сегодняшний день, если это знамя постоянного покупателя на внутреннем рынке мы бы сформировали вот таким вот способом качества продукции, люди получали поздоровления, они бы сами нас искали. А если еще параллельно и на каком-то канале добьются все-таки наши руководители пчеловодные пропаганды здорового образа жизни за здоровую нацию, никто не посмеет тронуть никакая мафия. Потому что в Конституции на первом плане написано здоровье нации превыше всех любых всех других мероприятий связанных с коммерцией и какой-либо другой деятельностью. И вот под этой вывеской в этой рубрике «За здоровую нацию» и проводить эти все специализированные ярмарки по реализации нашей продукции. Это внутренний рынок. Сформируем постоянного покупателя и ярмарки как раз для этого и нужны. Чтобы мы получали, чтобы мы основную часть, или в крайнем случае хорошую ее часть реализовывали по звонку. Как это делаю я. Вы меня нигде не увидите ни на каких ярмарках, ни на каких сборах. Вся реализация идет по звонку. А для этого нужно было поработать, постараться. Конечно, не сразу, не в первый год. На это трачены были годы. Красивая упаковка, красивые этикетки, красивые буклеты, знакомящие покупателя с этой продукцией. Благодарный покупатель был за то, что его уважают как человека, как покупателя. Соответственно, когда после такой подачи еще на выходе клиент получает и оздоровление, но тут не нужна никакая дополнительная информация, никакие сертификаты. Там уже пошло явление снежного кома по распространению и вашей продукции по распространению дальнейшей покупателей, покупательской способности в лице следующих клиентов, у которых протеже будет тот человек, который получил уже оздоровительный эффект. И никакая многомиллионная реклама по телевизору не даст того положительного исхода от позиционирования вашей продукции. Как это скажет абсолютно кто-то со стороны независимый источник. Я там брал, у меня получилось то-то и то-то, я получил эффект оздоровления, поэтому рекомендую. Все. Ну, в общем, так пробежал я на одном дыхании о наболевшем, то, что было в моей жизни, как я шел по этому пути формирования рынка сбыта своей продукции, а это поверьте непростой был шаг. Трижды я восстанавливал этот рынок, тоже кинулся на опт, на сразу все и много, а затем ни меда, ни денег, то есть ни молочка, ни денег и возвращался снова назад. Получалось у меня шаг вперед два-три назад, пока не остановился именно на той позиции, что лучше я 100 человекам продам по одному, по одной емкости, по одному флакону, чем одному 100, потому что там продать это журавль в небе. Он вроде взял, вроде много, но сегодня он есть, завтра нет. И были такие оптовики, в которые сегодня молочко закупали, а завтра у него уже бизнес по стиральному порошку, потому что там лучше, там быстрее, там купил, продал, всем нужно. Ну, в общем, такая, проходили это все. Ну, и пока я здесь соберусь с мыслями дальше, может, у кого-то созрели и вопросы после моего представления вот такого поверхностного темы информации. Так, ну, будем потихоньку приглашать коллег с вопросами. На связи. Слушаем. Владимир Игоревич, Владимир Порша, пока пару минут хочу занять и немножко проинформировать коллег и вас, что происходит с замечательнейшим украинским медом в Европе и почему цена, к сожалению, доходит уже до цены китайского меда. Я здесь уже кто-то знает, кто-то не знает, три года, четвертый год занимаюсь пшеловодством, но своего меда клиенты на хороший мед, клиентская база растет быстрее, чем развивается пасека и меду не хватает. И вот на протяжении трех лет стараюсь найти много, много есть складов, на которых продается наш украинский мед. Я вам хочу сказать, коллеги, что такого плохого качества меда, которое написано, что это украинский мед, я никогда в жизни не видел. то есть за три года объехал наверное 20 разных больших складов, которые продают большие фирмы, это касаемо и Корпа, и Хузер, но очень много разных фирм, которые продают мед наш украинский найнижшего качества, из-за этого соответственно цена на сегодня евро 50 в Европе очень тяжело продать. И сразу мои мысли, что происходит? Согласно сертификатам в Европе, если скажем мед липовый, обаослонечниковый, пыльцевые зерна больше 35-40 процентов это считается уже можно классифицировать как мед какого-то вида. И когда вы продаете, я не говорю, что пчеловоды, я знаю этот мед украинский, мед золотой мед, только сюда приезжает очень низкого. То есть понятно, что это подгоняется под стандарт, что было 35-40 процентов этих пыльцевых зерен, все остальное это неизвестные субстанции. Ну и в итоге получаем то, что получаем. Пчеловод в Украине не может продать по хорошей цене, а желающих купить наш украинский мед, поверьте, есть, и готовы платить не по доллару, не по евро, а два, может и больше. Только такого меда нету, и механизмов пока я не нашел. Я сам сейчас ищу, купил бы хорошую партию, хорошего меда украинского, потому что здесь хотят его люди покупать, но это практически невозможно. Это к вашему размышлению, на всеобщее размышление. спасибо. Да, Владимир, спасибо за информацию. Я тоже частый гость в Европе, в частности в Польше, и знаю цену цену нашему меду. И то, что по Европе сидит на украинском меде, тоже информация для нас будет очень полезная и нужная. Но качество меда, у меня вопрос, Владимир, вопрос, если вы там ближе к этой теме, качество меда плохое, низкое, как вы сказали, по вине пчеловода, или же там уже трейдеры что-то бодяжат, потому что, ну, чтобы было больше, я знаю о резиновой технологии стран Индокитая, там, где делают жидкие, просто сладкие фракции, купажируют цветочным медом и представляют на внешний рынок. Главное, чтобы там был анализ пульсового зерна. Пожалуйста, если у вас есть информация, причина низкого качества украинского меда, в частности подсолнуха, на внешнем рынке, то есть на экспорте. Смотрите, какая ситуация. Мне очень тяжело мне судить, то ли это от пчеловодов, хотя склоняюсь к мнению, что все-таки нет. Это трейдеры в погоне за большей прибылью что-то химичат, потому что, ну я не думаю, что плохой бы мед от пчеловода они покупали, это первое. Точно, я не могу это знать, я вижу со стороны Европы, когда это уже приезжает, и согласно сертификату европейскому, его можно назвать, и есть подтверждение, вот здесь все это идет под контролем ветеринарным, есть подтверждено, что это мед такой-то, такой-то, ну, это, выполняет все требования, только, я вам скажу, как пчеловод с 25-летним стажем, который пробовал разные меда, даже плохой польский мед, который нельзя сравнивать с украинским, он стоит на ступеньку ниже, он выглядит по сравнению с теми медами, которые здесь находятся на магазине, входят в Европу, он выглядит намного лучше, и люди покупают, и это, смотрите, это и запах, это и вкус, это абсолютно все, скажу, скажу вам иначе, Владимир Егорович, и для всех, ребята, тем меда, которые я качал когда-то в Украине, а Владимир Егорович знает, у меня была пасека большая, я качал их очень много меда, то здесь за три года объехав очень много разных, разные склады, разных трейдеров, я нигде не нашел даже приблизительно что-то подобное, а люди хотят именно эти классные меды, ну иногда так при выезде в Украину возьму, провезу, все видят, то где эти меда, и вот катаешься, катаешься, а их нету, потому что все это с каким медом, по какой технологии это качество занижено, я не знаю, но это призвело к тому, что на сегодня цена нашего на правда очень классного, может быть одного из лучших медов в мире такая низкая. Вот смотрите, какая складывается ситуация по на пользу акцента внутренней реализации. Мед в ближайшее время, я так чувствую, что на натуральный мед будет большой спрос и дефицит, именно по той причине, что как сейчас озвучили, дефицит по причине хитростей и уловок всевозможных трейдеров, им нужно дать больше, понятно, что закупают и так за бесценок мед у пчеловодов, а еще если они и размножат его в тоннаже, то получат соответственно прибыль, но там, где коммерция взяла вверх, о морали, нравственности речь не стоит, ей там делать нечего, это первая причина, махинация самих заготовителей, вторая причина дефицита натурального меда в ближайшие, ну не буду говорить сколько лет, это то, что опять по причине той же халтуры и того и фактора наживы простой, создание сладких фракций, о которой я перед этим сказал, и добавление купажирование его с натуральным медом дает прибыль, а нуждаться в натуральных медах эти корпорации будут, а где его брать, если будут все сейчас кидаться на вот такие вот технологии просто создания углеводной основы простых сахаров, купажировать с цветочным медом, показал какой-то пыльцевой анализ того-то меда или того, надо подсовывать пожалуйста вам, сделаем мед из подсовыва, основа есть углеводная или манук или еще какого-то, но не важно, это уже туда дальше, поэтому пчеловодам постараться, особенно те, кто чувствует в себе силы реализации на внутреннем рынке, пока еще небольшие пасеки, молодежь активно принимает участие в пчеловодной теме в освоении ремесла, пробуйте сразу делать ставку на внутренний рынок, на постоянного покупателя, вы видите, вот этих два фактора должны привести вас к логическому умозаключению, что постоянный покупатель, ваш, вот он, сосед, сотрудник по работе или еще кто-то будет всегда рядом, никогда не даст вам распрощаться с вашим ремеслом по причине низкой рентабельности или вообще его отсутствия, так что вот видите, складывается все как раз к тому, на что я и делаю акцент, на внутренний рынок, пожалуйста, подключайтесь с вопросами еще коллеги, Мария Мирович, я еще позволю минутку займу, смотрите, возможно, в большей степени вы правы, что это всякие углеводные массы добавляются и купажируются, только я хотел бы еще обратить внимание самих пчеловодов тоже на чтобы была хорошая цена и в Европе все-таки не съедим, мне кажется, в Украине очень много очень много производится меда и внутренний рынок тоже не съест все, к сожалению, через, из-за разных, это экономика, это разные причины, мы не можем съесть, поэтому нужно продавать, только что продавать за границу можно продавать и очень дорого продавать, я вижу, что минимум в 2 раза цена, минимум можно ее увеличить, только при этом должны быть, должен быть качественный мед, и сейчас поясню почему, Европа все-таки они немножко смотрят за качеством и то, что приходит, это приходит такой мед, какой есть, но для того, чтобы продать здоровые сети, вот магазины, большие магазины, то делается анализ в городе Бремен, в немцах, такой анализ интертека, и там уже это бодание, ну то есть исследование делается по 80 параметрах, и только после этого мед допускается, и зачастую наши меда, которые вроде бы проходят как без антибиотика, без остаточные там лекарства, входят сюда в Польшу, а дальше, когда делаешь анализ интертека, они не выдерживают этого, все-таки мы еще, наверное, те пчеловоды, которые хотят дорого продавать, должны мыслить, думать в направлении увеличения качества своего, и я думаю, тогда не будет проблем, можно продавать и по 3 евро за килограмм меда, это абсолютно реальная цена, но должно быть качество, это должна быть технология правильная и идти в направлении качества, спасибо. Так, Владимир, большое спасибо, теперь у меня вопрос, о каком, о каких анализах вы говорите, чтобы пчеловоды знали, если, ну мы в основном делаем упор на то, чтобы не было примесей антибиотиков, так вот, как-то больше всего стращают именно анализами по присутствию антибиотика, что ну в корне может снизить качество и цену на мед. А какой еще в таком случае анализ и какие как должна выглядеть технология, чтобы производство меда, если это не зависит от ботанического происхождения, а чисто от технологии производства, это влажность, это диастазное число, это оксиметил фурфуров, или какой там в дальнейшем идет, нет, мы прислали, Украина прислала качественный мед, без антибиотика, какие дальше могут показатели испортить дальнейшую судьбу в ценовом плане нашего меда. Владимир Горьевич, ну правильно, вы все правильно говорите, и в принципе вы сами практически ответили, эти показатели есть главные показатели, почему, смотрим, приходит в бочках мед, езжу по этим складам, смотрю, ищу нормальные меда, кристалл, значит, вроде бы скристаллизуется мед, вроде бы как натуральный, только кристалл 3 миллиметра в это плавает, то есть абсолютно ненормальная кристаллизация, это первое, потом остатки применения в агротехнии, да, делаются анализы, Владимир Горьевич, остатки по пестицидам, гербициды, пестициды, тоже на это в первую очередь обращается внимание, но начать нужно с технологии, не качать незапечатанные меда, то есть мед сухой, абсолютно доферментирован, то есть те показатели, которые вы сказали, влажность, диастаза, если влажность выше 19, и все, уже начинают крутить, 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 то есть я почему и в Украине начинал в этом направлении шел, и здесь в Польше продолжаю, рамка только маленькая, 145, и только запечатанные, работаем корпусами, только запечатанный мед 100%, он и кристаллизация иначе, и соответственно диастазное число, и все остальное, и мне кажется с этого нужно начать, потому что рыхлые меда, которые иногда перепалены, это уже трейдеры, понятно, что не пчеловоды, но на вкус это карамель перепаленная, скристаллизоваться это уже не может, если кристаллизуется, то очень плохо, а люди, Европа смотрит сейчас в натуральность, то, что вы рассказываете правильно, что нужно делать в Украине, в Европе тоже смотрит на натуральное, мед должен быть скристаллизованный, очень равномерно, мелко, мелкозернистый, и тогда такой мед стоит денег, и люди готовы за это платить. Спасибо. Ну, в общем, заготовители потихоньку вообще у нас уходят на задний план, в силу их махинаций. Остается два, внутренний рынок, пускай мы, понятно, что не все пчеловоды смогут реализовать, но какая-то часть пчеловодов все равно возьмется за реализацию на внутреннем рынке, попробуют себя в этой профессии, и уже будет создаваться дефицит, какой-то дефицит меда на внешний рынок. А те, кто будет думать именно о сдаче меда трейдерам, подумают о его качестве. А если не доверяют трейдерам, а уже похоже на то, что пчеловод будет стараться из всех сил, соблюдая технологию, выдать максимально нагара качества, но там, пожалуйста, в конечном итоге трейдеру захочется удвоить тоннаж, набодя так же, там непонятно чего, и, соответственно, у него там дорого, его не возьмут, и он будет руки выкручивать здесь и пчеловоду, тот, у которого он покупает. Значит, кооперироваться на создание предприятий НДС и работать напрямую с Европой, то есть с экспортом. я думаю, что найти 20 тонн, даже 3-5 человек в принципе вполне реально, доверенных лиц, с которыми можно будет сформировать это предприятие и работать напрямую на Европу, минуя этих всех шарлатанов, заготовителей, кто работает именно не и кто нечистый на руку. Вот видите, уже постепенно мы крутимся возле внутреннего рынка и кооперации своего рода. Ну и давайте подключайтесь у кого какие соображения, начинать нужно будет с себя, постараться соблюдать всю букву закона по соблюдению технологий производства, отсутствие антибиотиков, ну и если ваш мед, вы уверены, что он хороший и по качеству, а берут его по низкой цене, значит там уже дальнейшая его судьба на совести будет заготовителей. значит кооперируемся, создаем предприятие и выходим напрямую на Европу или же организовываем реализацию на внутреннем рынке. Слушаю дальше у кого какие мнения есть. всем добрый вечер Владимир Германия для общего видения я тоже подключусь в этом плане скажу-ка так маленькое свое мнение хоть и не крупное глобальное но тем не менее я придерживаюсь вашего мнения Владимир Городич что нужно непосредственно уделять внимание внутреннему рынку все эти прыжки на экспорт и так далее это такие глобальные шаги которые автоматически собой влекут именно вот эти вот нюансы бодяжить добавлять по максимуму расширять доход вот несмотря на качество а ведь все-таки внутри на рынке достаточно потребителя который ищет и готов заплатить за нормальный качественный продукт даже если сейчас мы не только про мед будем говорить вообще любой продукт питания который мы нашему организму даем достоин вот этого вот внимания вот и поэтому я здесь может быть с Владимиром споришь и не совсем соглашусь по той причине что даже если мы интертек уже называем как глобалиста в анализах то я задаюсь вопросом а что же у нас стоит в гипермаркетах на прилавках меда всяких разных дозах и упаковках от компании Лагнезе допустим как как они умудряются проходить этот широкоспектр анализ довольно-таки достаточно успешно и мы знаем что в этих медах фактически ничего живого больше не присутствует как же они проходят этот анализ значит все-таки существуют какие-то другого рода пути возможности назовем это монополией или еще чем-то даже не буду так далеко заходить но если я смотрю свою окружающую сидру по месту где я продаю допустим у меня второй год пчеловодства и мой мед расходится без всяких этикеток просто в простой стеклянной баночке по соседям там по знакомству и и уходит то есть людям не нужна красивая упаковка не нужен качественный продукт и чем меньше я затрачу на красивую упаковку на красивую банку и так далее и так далее тем я дешевле и доступнее могу отдать качественный продукт который мне во вред не пойдет в ущерб как говорится да по затратной части и потребителю будет по карману который будет охотно приходить каждый раз и с удовольствием брать продукт вот в этом направлении я думаю нужно тоже больше всего уделить внимание и как говорится с клиентом больше вести общение и убеждать что качество заключается не в красивой этикетке а в том что находится в этой упаковке это тоже такой нюанс который тоже немаловажен спасибо большое спасибо вот вам пожалуйста мнение Европы люди стараются свой внутренний рынок максимально востребовать почему бы не заняться и нам этим и я не не упуск не теряю надежды что вот такое вот общение первоначально сейчас по зело рации как между собой коллеги пчеловоды мы вот проводим и если со временем может могут кто-то подключиться из рядовых слушателей какие-то общественные организации ну потенциальный наш покупатель и пропаганду вести рассказывать о пчелопродуктах о воздействии о этой рецептуре или же использовать какие-то телевизионные каналы есть у нас организации пчеловодные раз один раз в неделю несколько минут там до полчаса приглашать ведущих специалистов я думаю внутренний рынок будет достойно востребован и максимально эффективно и не будем мы заглядывать и каждый год начинается сезон а у нас уже а у нас сейчас две проблемы чтобы не потравили пчел и и хоть как-то достойно сдать свою продукцию так что будем стараться воспитывать своего покупателя на внутреннем рынке спасибо владимир подсказал все то же самое вот он сейчас повторил мою мою реализацию никаких этикеток это было все в начале сейчас это просто звонок мне нужно мне порекомендовали у вас купить маточную молочку все я не спрашиваю кто рекомендовал там где реализация идет по рекомендации это все это протеже независимый источник рекомендовал вам не нужно дополнительно что-то объяснять оправдываться и так далее добрый вечер меня зовут Михаил Львовская область пасека это мое хобби но хочу сказать что я свой мед реализую только на внутреннем рынке потому что его немного но хочу похвастаться что минимальная цена это 5 евро и в принципе никогда не было проблем со сбытом то все это все весь мей мед забирают знакомые и работают сарафан радио передается информация только по рекомендации и у меня вопрос и бывают моменты когда я не могу реализовать весь мей и он у меня остается на следующий год хранится он у меня в подвале 10 градусов стабильная температура кристаллизован и в принципе я не вижу никакой разницы по качеству что сегодняшний мед что прошлогодний у меня вопрос с этим если я буду например оставлять на год или два не продавая свой мед реально ее качество сильно снижается или нет я всегда говорю покупателю что это прошлогодний и все все равно забирают без проблем потому что очень довольны качеством хотелось бы уточнить как ваше мнение сколько этот прошлогодний мед хуже ну все видите вам сам покупатель дал оценку и вынес вердикт по срокам хранения и какой мед вот почему-то кристаллизованный их больше шокирует и человека больше вводит в такое вот в непонимание в сумятицу слово прошлогодний вот его если убрать вообще из вашей лексики слово прошлогодний да вы честно говорите что это прошлогодний кристаллизация это способ самоконсервации единственный один из немногих продуктов существующих в мире который имеет свойство самоконсервации при разгерметизации он приобретает вот такую вот форму рост кристаллов чтобы избежать гироскопичности он теряет гироскопичность свою и предохраняет таким образом себя от закисания никаких изменений в сторону ухудшения в меде по срокам хранения не происходит так что можете продавать его главное что вы соблюдаете сохраняете условия его хранения чтобы это не было места он был закрытый в температуру плюс 10 вы сказали идеально для его хранения значит знаете где-то информацией уже вооружались и будет у вас ну вам покупатель вынес вердикт спросом на него так что успокойтесь покупатель ваш спокойнее чем вы сами нормальное качество и с годами оно не теряется спасибо за ответ следующий следующая будет зела у нас ну сегодня 13 плюс 20 получается начнем с апотерапии у кого будут какие предложения по обсуждению тем пишите в комментариях или звоните по телефону на электронку ну находите в общем способ как как задать вопрос и предложить следующую тему а начнем с апотерапии на следующий раз так что всем спасибо за участие всего доброго до свидания